Добрый день! Программа «Союз нерушимый» начинается именно в это мгновение. И вас приветствует Азиз Агаев и Владимир Сметанин. Прекрасная весенняя погода. Я только что хотел об этом сказать. Ты меня опередил. Ну, приближается лето. Мы отметили недавно Навруз, можно сказать, все вместе. Все в ожидании теперь большого праздника. Пасхи. Пасхи. А, кстати, у евреев сегодня Песах начинается. А у евреев начинается. Иудейская Пасха. Я так понимаю, что можно не работать в нашей стране. Понимаешь? Отмечать, значит, с одними Навруз, с другими, значит, Песах, потом Пасха, потом... Майские праздники начинаются. Потом окончание Рамазана. Ну и так далее. В общем, такая у нас большая многонациональная страна. И действительно это радует. Всегда есть повод так или иначе порадоваться вместе с людьми. Кстати, по поводу Песаха. Сегодня у нас в первом часе с 11 часов в культпоходе был дирижер, который приехал из Израиля. И мы первым делом его поздравили. А я слышал, да. Да, очень было интересно. Ну, вот такой сегодня насыщенный у нас день. И тоже мы сегодня отправимся в программу. Да, с тем, что лето приближается. И страна у нас большая. И мы можем, собственно говоря, найти в нашей стране очень много красивых мест. И лично даже для меня интересно, собственно говоря, если вдруг мы решимся приехать в Чеченскую республику, чтобы отдохнуть, чтобы порадоваться, посмотреть, то что мы там увидим и где мы там увидим. Что обязательно нужно посетить. Что обязательно нужно посмотреть. Какие объекты, какие достопримечательности. Да, и сегодня с нами вместе в студии в Огоде Адам Абу-Язедович Бибиев, представитель главы Чеченской республики Киевской области. И Леча Абдуль-Муслимыч Аскер-Ханов, помощник представителя главы Чеченской республики Киевской области. Салам алейкум. Здравствуйте. Добрый день, пожалуйста. Поближе микрофон к себе все-таки. Добрый день. Кстати, вот Леча Абдул-Муслимович сказал, что буквально накануне вернулся из Чеченской республики. Ну, по его лицу видно, что он очень довольный. Я спросил, конечно же, про погоду. Сказал, что холодновато пока еще. Ну, холодновато в горах или холодновато в долине? Ну, там холодновато относительное слово. Потому что днем солнце выглянет, уже тепло. Хорошо пригревает, да? Да, моментально пригревает. Ну, я думаю, начиная с мая, наверное, уже... Уже с апреля, я бы сказал бы уже, что все, уже теплые дни пойдут. Тогда у нас включается. Давайте уже рассказываем. На самом деле, на сегодняшний день, забегая чуть-чуть вперед, скажу, что благодаря первому президенту Чеченской республики Ахмад Хажи Кадырову, который сделал, на самом деле, вот этот правильный, решающий выбор для всего чеченского народа. И именно вот этот путь, который выбрал Ахмад Хажи, дал Азовск облдольцу, эту дорогу, это направление поддержал весь чеченский народ во главе с главой Чеченской республики Рамдан Ахмадовичем Кадыровым. И сегодня, благодаря этому, есть очень много, очень, я еще раз повторю, очень много красивых мест для посещения, для туристов, для оздоровительных таких моментов, да. Вот люди сегодня, есть много регионов, которые, соседние регионы, которым мы, например, даже касается вопроса здоровья, мы выезжали, у нас наше направление было в основном Ростов, Астрахань, Москва, куда люди, то есть, ездили лечиться. Сегодня у нас есть новейшее оборудование, специалисты, и теперь с других регионов люди приезжают именно на обследование лечиться в Чечню. Есть санаторий в Северноводск, то есть, ну... Известней еще и санаторий был еще с советских времен, я помню, когда поезда у нас тогда с Баку на Москву. Да, Баку-Москва постоянно. Да, очень много. По-моему, три раза в день, по-моему, три поезда. Много было людей, которые вплоть до Дальнего Востока ездили в этот санаторий, потому что там уникальные воды, грязи, и они, я помню, еще ветераны войны, еще Великой Отечественной войны, из Белоруссии приезжали. Получали путевки, да, именно туда? Да, получали путевки по профсоюзной линии, по оздоровительной линии, и он, я с ним разговаривал, он говорит, мне, говорит, хватает один год приехать, один раз, говорит, Чечню, вот эти мои раны, говорит, и осколки, говорит, у меня до сих пор, говорит, еще в теле успокаиваются, говорит, на год мне, говорит, хватает, говорит. Я, говорит, каждый год приезжаю, говорит, Лича, вот вы начали, как бы, с санаторного отдыха, хорошо, Серноводск, это немножко о воде говорит, да, там, ну, серные, так сказать, серные ванны, там, да, грязи какие, если вы можете, как бы. Да, именно, вот, грязолечебница, это основном у нас находятся Баргуны и Истису, это, кстати, вот именно в том районе, где это Гудармецкий район. Это южная часть, да? Мельчхи у нас называется, да? Да, Истису, это Мельчхи, да, оно называется, это, да, это Гудармецкий район, это ближе к Дагестану, вот, и я непосредственно оттуда, села Элисханьурт, вот, в моё родное село, так скажем, Вот, и грязолечебницы, они, на самом деле, все восстановлены, на сегодняшний день действуют, и вот, как говорил Лече, в те советские времена, мы помним, люди из Якутии, из Хабаровска, из Чува, я просто этих людей... Профиль какой? Профиль именно вот... То есть суставы, мышцы, раны, там, кожа, как бы... Ну, да, вот, именно вот в этом направлении, я бы сказал, общий оздоровительный такой комплекс, вот, там, грязолечебные ванны, вот, всё, что связано вот с этим, с этими направлениями, медицинский термин, не знаю, как правильно сказать, да. А условия, вот, я слышал и читал, как-то, вот, когда Рамзан приглашал всех, как бы, в Чечню, всех россиян, вот, теперь вы можете, как бы, приезжать в Чечне и получать удовольствие, так сказать, да, в том числе отдых и лечение и всё такое. Вот сейчас произошло обновление этих, конечно, хорошо говорить в советские санатории, но у нас, как бы, я думаю, что должно что-то, как бы, обновление... Вы же понимаете, что после последних событий у нас там практически советского ничего не осталось. Ну, вот, да, 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 всё было разрушено. То есть это всё новопостроенное... Это всё новопостроенное современнейшими оборудованиями, дороги, которые, как ленточка, как на взлётной полосе идут у горы... Не тряхнёт, да? С серпантином поднимаются горы. Там современнейшие гостиницы, вот, сегодня Чечня может провести любое мероприятие. Наверное, поэтому все мероприятия, которые связаны там с российскими, там, совещаниями, там, по медицине, по образованию, по высшей школе, там, по... Особенно по южному округу, да? Нет, всероссийские соревнования, вернее, соревнования, я говорю, и соревнования, в том числе, вот эти мероприятия там проводят, потому что есть возможность принять, есть возможность представить помещение, где люди могут провести свои мероприятия, и есть, что показать людям. А что по уровню обслуживания? Вот, готовые люди, которые работают в этих местах, они быть, ну, как, ну, не просто гидами, а проявить всё своё вот это вот, ну, люди же отцахают, гостеприимство, чтобы, ну, именно обслуживание такое, чтобы люди уходили довольны. Ну, вот, по этому вопросу скажу, что, вот, берём пример, да, вот, 2007-й, 2008-й, 2009-й год, я летал на самолёте домой, ну, и вот этот самолёт, там, скажем, 90% летели чеченцы, ну, и 10% можно было, там, иностранцы... Кто-то другой, да, там, русскоязычный кто-то. На сегодняшний день я вот сейчас летаю домой, у меня получается это раз в месяц, там, два раза в месяц иногда получается, что я летаю, вот, и на сегодняшний день я вам смело говорю, что самолёт 20% у чеченцев, 80% русскоязычные, люди приезжают по работе, для деловых встреч, для отдыха. Места для туризма Рамзан Ахматович уделяет особое внимание, я почему начал здравоохранение, потому что учёба, здравоохранение и отдых на первом месте сегодня. Это чётко поставленная задача, я даже разговаривал с ректором ЧГУ, чеченский государственный университет, вот, я разговаривал с ним, и он говорит, вот, они ездили в Лондон, он сейчас вот, не могу точно сказать, кто с ним был, но, по-моему, министр образования Андорр, вот, Доварбек, они вот вместе ездили в Лондон, и в Оксфорде есть у них, оказывается, стена, на которой заносится ученик, выпускник, один ученик в году, который закончил с отличием вот это учебное заведение, и его имя заносится на какая-то у них там есть стена. — Лучший ученик. — Лучший ученик. — Года. — На сегодняшний день ученики, которые отправлены туда с фонда Казырова, Ахмад Хажи, вот, именно выделяются деньги именно фонда Казырова, который является президентом фонда Аймани Казырова, вот, и уже два человека из Чеченской республики, девушка и парень занесены в эту стену, вот, это раз. — Лучшие выпускники. — Да, лучшие выпускники Оксфорда. — Оксфорда. — И при этом... — Это большая честь. — При этом ректор, говорит, я разговаривал, говорит, с ректором этого Оксфорда, и он говорит, он заявляет, говорит, «Я когда, говорит, получал экзамены вот этой девушки, вот, к сожалению, я сейчас не могу ее по имени сказать, вот, я, говорит, даже на какое-то время, говорит, подумал, что она знает лучше меня, представляете, профессор об этом заявляет». То есть образованию выделяется огромное, огромное внимание образованию, здравоохранению, ну, и туризм. — Но это вы говорите нам для чего? Для того, чтобы наши выпускники ездили учиться в чеченские государства? — Я думаю, что нет. — Даже программа, между прочим, уже... — Там строится Международный университет арабской инвестиции, и там на 20 тысяч, или сколько там, тысяч, я точно не скажу, но арабы строят, и туда будут приглашены ведущие специалисты со всего мира, и там образование уделяется действительно большое внимание. Если вот насчет инфраструктуры, вы спросили по туризму... — Да, вернемся, как бы, все-таки, к отдыху туризма. — Да, этому уделяется большое внимание, есть специально уже учебное заведение, есть факультеты, которые открыты, и люди посылаются, ведущие вузы, мировые вузы, люди приходят с двумя-тремя языками, свободно владея иностранными языками, в эту структуру работают. Если там раньше приезжали, основном, чтобы посмотреть на город, потому что вы присутствовали на нашем мероприятии, видели в начале, да? — Да, да. — На город, имею в виду, Грозный. — Да. Ну, отличить Грозный того периода от Алеппо или там какого-то сирийского города сегодня очень трудно, потому что те же бомбардировки тоже самое произошло, город был абсолютно разрушен. И люди, которые там раньше жили или там по каким-то делам, видели город. Действительно, он был зеленый, красивый город еще в советское время. Вот после этого они не верили, что этот город можно восстановить. Я помню первое впечатление, когда в центре Грозного открылся первый светофор. И люди специально ездили, чтобы под ним проехаться. Потом Грозный Энергосбыт отремонтировал свое здание. Люди специально ездили. Я вот к этому добавлю. Самое первое здание было Грозным, которое отремонтировали, там покрасили, восстановили его. И люди специально ездили, чтобы посмотреть в этот развалин. Вот, кстати, вот сказанным, я хочу еще добавить, то, что специалисты, выдающиеся, специалисты разного уровня, давали разную оценку именно в восстановлении. Были предложения перенести город Грозный в Гудермес. То есть вообще оставить город и основать столицу в другом месте. Но невозможно было понять, что это можно устроить. Разрушение, так можно сказать, без всякого сомнения, что 90% город был полностью разрушен. И были предложения перенести центр в Гудермес. Было предложение, то есть были разные оценки. Говорили, что если в течение 25 лет восстановят этот город, что это будет... Уникально быстро переписали. Да, да, были разные, но... Разные были точки зрения. Надо ли вообще восстанавливать? Да, Ахумент Ажин на самом деле дал... Вот человек до такой степени был, как сказать, лидером для народа. Это человек, обо котором мы сегодня не все даже знаем. Я уверен в том, что об этом человеке еще годами-годами будет говорить история. То есть он принял конкретное решение, что город Грозный надо восстанавливать. И вот благодаря ему и тому, что народ стоял за ним, он... И вот недавно, кстати, у нас было 23 числа 15 лет с Конституцией Чеченской Республики. И вот я не скажу, что восстанавливали город только одни рабочие. Очень много было вложено, именно вот люди выходили как на субботники. Потому что уважали первого президента, верили в него и шли. Вот просто народ шел. И вот именно вот тут очень много вложено именно в душу. Ну, наверное, и любили свою малую родину. Хотели, чтобы она расцветала. Адам, тем не менее, лично. В Туристическом области. Сорство небесное. Да, вот Ахмад Хаджи Кадырову или по-нашему там Лара Ахмад Лесин. Вернемся. Например, я видел на картинках пока. Там самая большая мечеть в Европе. То что человек может прийти и увидеть в Грозном Сионе? Я начал с города, потому что город, он нагляден. Да, да, да. Мечеть называется, напомню, сердце Чечни, да? Да, сердце. Он нагляден. В городе есть сразу же. И он признан, по-моему, там, что-то там одним из лучших. Или как там была, номинация была какая-то, что лучшие места России или что-то такое, да? Да, да, он конкурировал там. Да, конкурировал. Ну, в общем, да, был в числе там первых трех что-то такое. Да, он конкурировал там, вот. И, наверное, банкноты, я помню, он конкурировал тоже. Да, 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 да. И выпущена, по-моему, медаль уже как бы с этой мечетью, там, имеется в виду серебряные монеты, так сказать. Коллекционные. Коллекционные там, да. Город я назвал первым, потому что там контраст, он очевиден был. Даже не пустой. На пустом месте построить дом всегда легче, чем разрушить и восстановить. Итак, то есть мы отметим, уже отметили, что... Я хочу дальше сказать, что Чечня сама по себе, вот, республика очень красивая, как и северокавказская республика. Там... С точки зрения природы в том числе. Там от песчаных, там чуть единственной субтропика у нас нету, как в Абхазии, или... Субтропия в Азербайджан, пожалуйста. Остальные все присутствуют. Предгория очень красивая. Вот, если отойти от этого, от города, то... Мы не отходим от города. Вы нам еще вот есть... Ну, давай начнем с того, что, например, музей Ахмад-Схаджи Кадырова. Музей Кадырова. Да, Ахмад-Схаджи Кадырова. Места. Ну, это городские, городская... Потом вот это вот, все восхищаются ситой там, как она называется, грозной ситой там, да? Да, грозной ситой, да. Какие-то особенные фонтаны. Да, фонтан построен в поселке Чернолечье. Очень красивый фонтан. Какой-то суперпарк, я как бы слышал, что там... Каждый теченец по дереву там... Да, да. Ночью гулял по этому парку. Да, видите, красиво. Как бы вот дети, родители там глубокой ночи гуляют. Очень красивое место. Для туриста, да, вот прийти и вот я бы даже вот сказал бы, чтобы... Вот ни один человек, который побывал в Грозном, вы его видите, наверное, в интернете, ни один человек не жалеет о том, что он побывал в Грозном. Потому что на самом деле есть очень красивые места, есть куда сходить. Есть посмотреть на сегодняшний день современный город, который соответствует уровню, я не знаю, там, европейскому уровню любого статуса. То есть, на самом деле, очень красивый, чистый, современный город. И если нужна природа, то она есть природа. Очень много святых мест, которые сегодня восстановлены. Тоже, кстати, очень важно. Да, для паломников есть очень красивые... И в том числе православных. Да, и для православных. Вот церковь. Церковь был восстановлен в городе Грозном. Потом... То есть, и сегодня ведутся переговоры именно на уровне администрации Кировской области, чтобы именно развивать вот это направление туризма. Этот 2018 год с Рамданом Ахматовичем, он объявлен годом инвестиции. И мы надеемся, что в связи с этой целью... Инвесторы прибудут как бы и будут строить и развивать. Да, будут строить. То есть, а какие-то преференции инвесторам в связи с этим? Это тоже инвестиционный туризм, скажем, хорошо. Что просто объявлен или там какие-то мероприятия, то есть, что облегчает жизнь как бы? Конечно, если брать с точки зрения, скажем, есть какие-то привилегии, людям даются какие-то льготы определенные. И просто есть красивые места. То есть, есть где и над чем поработать. Ну, сейчас строится самая высокая башня в Европе, по-моему, она была самая высокая. Она уже... Нулевой уровень она уже прошла. Отлично. Вот, Грозный Мол, который будет... Как Грозный Мол? Да, с одной стороны реки будет Грозный Мол, с другой стороны строится эта башня. Река, имеется в виду Терек, да? Нет, Сунжа. Сунжа. Терек не протекает через Грозный Мол. И вот через нее перекинут мост. Но там целый огромный комплекс. Это огромный комплекс. Это миллиардные вложения. Там работают специалисты со всего мира. Там проекты и Америка, и Ближний Восток. Это будет... Очень серьезный объект, который тоже будет привлекательным для туризма. Там у нас, как бы, высшая точка Кавказа далеко. Там Эльбрус или там что-то. Все, все, все рядом. Это вот Грозный Мол, да, я смотрю в интернете? Под картинку. Правильно, да. Грандиозное такое сооружение. Это очень круто. Я думаю, что... Футуристическое. Самое интересное, вот все вот эти вот здания, начиная вот сейчас вот в Шали ведутся очень хорошие, объемная стройка ведется в Шали. Все современные здания, они соблюдая, учитывая культуру чеченского народа, наши древние традиции, вот именно вот сохраняя вот эту форму, и именно в современном стиле все делается. Вот просто... С учетом чеченской специфики. Да, да. Это боевые башни, что у нас... А кто-то там, по-моему, из знаменитых архитекторов там еще чего-то, там какие-то проекты делал, да? Ну, я сейчас не могу... Вот этот Ахмад Таур, он, по-моему, известным компаниями мировыми делается. Ну, нет, ну, такой объект не может просто... А скажите, я вот недавно, как бы, тоже слышал, что горнолыжный курорт какой-то открылся, как бы, современный. Как, где это, что это? В Веденском районе горнолыжный курорт, кстати, очень красивое место. Уже, кстати, он действует, работает. Люди уже приезжают. В Альпы можно не ездить, надо в Чечене. Можно круглый год, и зимой, и летом. Мой сосед, вот, с моего дома, вот, по-московской живет. Он туда съездил со своей женой, с ребенком. И вот просто человек, вот, не знаю, в восторге до невозможности. Он говорит, обязательно, говорит, обязательно, при первой же возможности. Он, я, говорит, ну, он любитель на этой, кататься на горных лыжах. Жена у него катается на этой доске, как она знает. Сноуборте. Сноуборте, да. Вот, и они, как бы, вот, у них это семейное. Он говорит, мы, говорит, до сих пор ездили, говорит, в Сочи, говорит, все, говорит, никакие в Сочи, говорит, только туда. Да, да, и вот это вот люди, которые еще не бывали, да, у нас осталось все-таки у людей такое, скажем, да, то, что, ну, недавно еще была война. Вот это вот понятно. Вот это очень важный вопрос, вот здесь поподробнее. Давайте продолжим после рекламы, все-таки надо соблюдать, нужно некий регламент, временной, вот, нужен рекламный блок сейчас. СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ Продолжаем наше общение. Азиз Агэев. И Владимир Сметанин. Да, Адам Бибиев, представитель главы Чеченской Республики в Кировской области и помощник Адама Леча. Аскерханов у нас в студии. Вот мы говорим о достопримечательных Чеченской Республике. Об отдыхе в Чечне. Хотелось бы больше конкретики какой-то, да, раз мы тут намекаем нашим слушателям на то, что вот, рассмотрите в качестве места путешествия. Ну, смотрите, сегодня уже названо, как бы, мы можем Грозный, мы можем на ИСТИСУ, как бы, на курортные, санаторно-курортные места съездить, полечиться, попить сероводородные, там, водички и покупаться в этих ваннах, полечиться в грязевых и, значит, на ведучий, на горнолыжный курорт уже есть. Казинои Ам у нас известнейшее озеро. Как, как? Высокогорное голубое озеро Казинои Ам называется. Ага. Красивейшие места. Уже вот. Уже мир известные места. Вокруг этого озера тоже есть какие-то отели. Инфраструктура, да. Там шикарный отель и из, кстати, из Кировской области сделаны домики. Ага. То есть гостевые домики такие, да? Здесь из Кировской области обозрительно снимали. Там еще в советских времен был большой отель, и там тренировалась сборная Советского Союза по гребле. Ух ты. Потому что там определенный самый климат. Я думаю, что там... Воздух. Разряженный воздух. 2400 метров, я не ошибаюсь. Олимпийским играм готовят. Когда они опускаются в низ, они начинают при нормальном тату. Ну вот, говоря о туризме... Да, вернемся к вопросу, каково отношение чеченцев к приезжающим гостям, и можно ли там спокойно отдыхать? Во-первых, начнем с того, что Рамзан Ахматович Казыров неоднократно об этом говорил, говорит, еще раз повторяет, что смело. Чеченская республика в плане безопасности на первом месте в Российской Федерации. Эта республика, которая еще вчера была там война, там эти ваххабисты, террористы. И сегодня Чеченская республика, я вам смело говорю, единственная республика в мире, не в России, в мире, которая победила терроризм. На самом деле терроризм в Чеченской республике побежден. Все, эта тема вообще забыта, мы ее оттолкнули в сторону. Сегодня делается все для того, чтобы развивалась культура Чеченской республики, показать всему миру, что мы культурно образованы, что мы развиваемся. И для этого развивается, ну, соответственно, на первом месте, ну, одно из первых мест занимает, конечно, туризм. Чего сегодня, на что сегодня обращается особое внимание. И если на это обращается особое внимание, соответственно, турист себя должен чувствовать превосходно, да, в Чеченской республике. И все для этого делается. У меня практически вопросы. Вот заранее тур в Чеченскую республику можно купить? Есть ли разновидности этой турии? Да, вот насчет туров скажу. Сейчас вот уже, вот именно возвращаясь к туризму, мы готовим целый проект, чтобы не только люди, у кого есть финансовые возможности, кто может себе позволить, могли ездить в Чеченскую республику, ну, и чтобы государство оказывало какую-то помощь, чтобы, соответственно, мы знаем, что фонд имени Ахмаджи Кадырова, он даже Африку до туда уже зашел во всем мире помогать. Ну, и в этом деле, конечно, тоже будут какие-то средства выделены, оказывается помощь, какие-то льготные, там, какие-то скидки. Все это делается. И в обязательном порядке уже сегодня, уже на сегодня есть туристические фирмы, которые можно купить путевку. Можно, да? Да, заказать. Не только там, можно заказать машину на месте, там, взять в аренду, я имею в виду, если захочет туда семейным, сам лично поедет, есть гиды. То есть можно спокойно брать машину? Никакая. И там нету никаких таких гаишников особенных, которые стоят за углом? Я на счет гаишников скажу, не знаю, насколько это будет правильно сказано в прямом эфире или нет. Есть негласно сказано, что человек, который к нам приезжает отдыхать, чтобы ему оказывалась помощь, а не желание, как это делается в многих регионах Российской Федерации, содрать с него шкуру, зная, что он здесь проезжает с транзитами. Ну, много историй таких, да, по федеральной трассе дома, когда ездят. На это сказано. Ну, есть какое-то мелкое по незнанию нарушение. Сделать замечание, вот. То есть человеку, наоборот, оказывают гаишник, он для того, чтобы оказать помощь. Плоть до того, что есть тысячи случаев, когда люди где-то куда-то, не там, не туда заехали, заблудились. Во главе едет вот эта машина служебная, его сопровождают. То есть народ настроен. Почти как президента. На самом деле так оно и есть. Народ настроен на то, чтобы, вот как мы жили раньше, у нас была многонациональная республика. Вот мы в начале передачи сказали, что... В Кавказе все равно гостеприимство, оно никуда не делается. Мы вот в начале сказали, что у нас есть праздник, скоро Пасха, потом там еврейские праздники. Да, да, да. Это все у нас было в Чеченской республике. Мы действительно выходили все вместе, когда Пасха, праздновали Пасху. Какие-то там у нас жили армяне, очень много. У них были свои праздники, мы их праздники праздновали. Какие-то были определенные азербайджанские, вот наурус такого плана. Вот это... То есть у нас были все общие праздники. Не было такого, что именно Чеченский праздник, только чеченцы отдыхают. Друзья мои, задам один вопрос. Женщин здесь нету, но... Видите, лето. Девушки у нас любят как бы в коротких рукавах походить, с открытой шеей. Ну, европейская, да? Ну, европейская, так сказать. Ну, не вульгарная, я имею в виду, а просто как бы вот... Ну, я понял, я понял, к чему этот вопрос, конечно... Потому что этот вопрос, он все равно так или иначе... Да, да, да. Фейс-контроля нету. Да. Нет, ну, нету такого, чтобы... Ну, конечно... Есть просьба. Да, просьба, конечно, там, ну, эти же... Соблюдать некие нормы, да? Ну, все равно... Приличие. Да, мы приехали в республику, и чтобы не оказать в себе там белые вороны, да? Или там, чтобы... Ну, если взять историю нашу, да? Не было же такого, что там женщина должна была ходить в шортах или там каких-то там мини... Ну, это нет. Я сам консервативный, но тем не менее, как бы, есть ведь... Нет, приезжают люди в гости, приезжают, ну, женщины в брюху... Есть женщины, которые одевают юбку, ну, скажем, ниже колена, но не до пола. Ну, таких у нас тоже есть много. Нет, ну, то есть, как бы... Никто не заставляет никого. Нет, ну, такого нету, чтобы там именно было... Больше надуманного. Да. У меня интересный вопрос. Понятно, что, да, если ты по городу ходишь там в шортах и, я не знаю, полураздетый, там, ну, я сам консервативный человек, я в этом смысле, как бы... Ну, все понятно, хорошо. Можно вопрос задам, да, еще? Если ехать в Чечню на автомобиле, на каком автомобиле надо ехать, чтобы особо не выделяться? Если вы приедете на Камри, то вы там точно не будете выделяться, вы будете как свой. Я просто где-то давно читал, там, либо белый ленд-крузер, либо белая какая-нибудь Лада, там. Нет, если ты приедешь, наверное, на Део Матис, то будешь точно выделяться. Да, да, да. Ну, сейчас, на самом деле, в плане вот правил дорожного движения, да, скажем, тоже очень особое внимание уделяется ремню безопасности. Инспектор, который находится на выезде, он сам пристегивается. Наш министр пристегивается. Пристегивается. Пристегивается, понимаете? Дело в том, что это... Ну, как сказать? Это мы должны себе... Показатель культуры так-то. Да, да, да. Если есть такой закон, закон нужно соблюдать. Я, например, уезжаю, я всегда в город, меня никто не заставляет, я в городе, я всегда проспегиваюсь, потому что у меня автоматически это указание моего президента, главой Чеченской республики, что мы должны соблюдать правила. Я, конечно, стараюсь. Все должны соблюдать закон, и это строго соблюдается. Адам, времени остается мало, тем не менее, да, и поэтому я хочу... Вот ты только что сказал, что раз в месяц ездишь, значит, в Чечню. Окей, нет у меня машины. Как я добираюсь до Чечни? Элементарно. Например, если... Как бы есть несколько вариантов. То есть, первый, это есть отсюда поезд прямо до Пятигорска, и из Пятигорска уже есть автобус до Грозного. Это если на поезде ехать. Сколько там? Скоростной поезд, он едет... Это Москва-Пятигорск ты имеешь в виду, да? Или Киров? Нет, Киров. А, из Кирова-Пятигорска. Я имею в виду поезд. А, все, в Кирове садишься на поезд и едешь до Пятигорска. Да, вот, это первый вариант, он до Кисловодска едет поезд, ну, в Пятигорск вы уходите, и там уже есть маршрутки, которые ведут вас до Грозного. Сколько там ехать по килограммам? Если на маршрутке до Грозного, это четыре часа, а здесь на поезде это где-то восемнадцать часов занимает, скоростной хороший поезд, это раз. Второе, у нас мы вылетаем, очень удобный рейс, вот, мы вылетаем отсюда утренним рейсом до Домодедова на нашем самолете, это примерно, ну, там, три-четыре-пять тысяч рублей, денег по деньгам, чтобы сравнить, да. Вот, и оттуда уже примерно такая же сумма, буквально через два часа с того же аэропорта есть самолет на Грозное. Билеты всегда, они есть, свободные, никаких проблем нет, на сегодняшний день три-четыре рейса есть в этот день в Грозное, вот, поэтому... Вот я хочу еще спросить, Адам, вот, ты все-таки и наш тоже, как бы, Вятский тоже, почему у нас нету рейса Киров-Грозный? Ну, и раз у нас есть туризм теперь в Чечне, раз есть такие большие возможности для отдыха в Чечне, почему мы летом или даже зимой, там, в дни каникул не заводим? У нас ведь есть аэрокомпания Чеченский Авиалиль, как она называется? Чечен Авиа, нет? Как там? Есть Грозная Авиа. Есть Грозная Авиа, да, есть, да, есть, есть... Война Хавиа, по-моему. Можем мы через тебя передать просьбу Рамзану Ахматовичу? Просьбу можно передать, я тоже за то, чтобы был... Да, 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 хочешь, мы подписи соберем. Да, да, прямой рейс. Но я думаю, мы к этому обязательно придем, придем, потому что туризм будет развиваться. Ну, вот ты кусок нашей передачи, как бы, вот, как бы пошли туда, в министерство, скажи, что туризма, что... Обязательно, я в конце каждого месяца предоставляю отчеты проделанной работы, именно вот, именно общественной работы, вот, вы знаете, мероприятие мы проводили в поддержку Путина Владимира Владимировича. И вот хочу, вот, у нас, как время... Десколько секунд уже давно. Да, вкратце скажу, что сегодня хорошая команда в администрации собралась с Кировской области во главе с нашим губернатором Василием Игорем Владимировичем, Быков Владимировичем, которые работают, я вам скажу, просто днем и ночью, принимают во всех наших общественных мероприятиях участие. С такой командой мы далеко пойдем. То есть рейс будет у нас, Киров, Грозный, при любом варианте, и мы воспользуемся всеми возможностями отдыха и лечения в Чечне. Очень интересно было, конечно, мы только малую часть успели сегодня затронуть, но хоть что-то, да, еще будем встречаться. Спасибо, Адам Бибеев, Леча Аскерханов. На этом «Союз нерушимой» передача, имею в виду, заканчивается сегодняшняя. Всего доброго. До свидания. Союз нерушимый